Ну вот, начнем первый акт записи. Вот эта электричка идет в Москву, но нам не туда. Это станция Снегири. Вот, ну народ поедет, значит, работать, а мы, тунеядцы, лодыри, бездельники, поедем сплавляться по реке Большая Сестра. Вот лодка. А с кем мы поедем? С великим и ужасным Шварцем мы поедем. Он сейчас едет где-то в районе Нахабина, да, а я его здесь жду. Сяду к нему в электричку, в третий вагон, как вводится у Дмитриевцев, но с конца. Потому что в Чисвене, в Чисвене так ближе потом сесть на какое-нибудь такси и поехать на Большую Сестру. Неделю назад Нахабинка, которая впадает в Зеленкова в Истеру, разлилась на три метра вверх и снесла кучу заборов. Там были огромные водопады, с которых можно было прыгать, но мы это пропустили. Я прямо облизывался там, ходил, мы с женой гуляли в субботу. Но ничего, вроде сейчас тоже были большие дожди, так что будем надеяться. Вот это щука. Трехместная, в которую два человека нормально помещаются. Здесь гидрокостюм, еда всякая. И вот это вот то, что я сейчас примерю на грудь. Ну, когда поплывем, я просто одену и буду снимать. Точнее, когда пойдем, потому что плавает только говно, как говорят водники. Вот, когда пойдем, вот, будем вот так. Пока я прерываю съемку, продолжим. Когда буду садиться в электричку. А вот и Шварц. Вот, смотрите, знакомьтесь, Дмитрий Шварц. Привет! Привет! Все записано, все идет под запись. Все эти все видят, все эти все помнят. Хорошо. Вот. В общем, вот так вот поедем сейчас до станции Чисмина. А пока, чтобы заряд сохранился для порогов, мы ее выключаем. Борщевик. Опасная шняга. А что от нее происходит? От нее происходят ожоги, когда она солнышко падает. А, понял. Да, ну, воды действительно значительно меньше, чем могло бы быть, да? То есть, воды бывало досюда, вот до этой, да? Вот прям вот до этой. Правильно? Бывало, да? Бывало, да? Но, тем не менее, воды, воды есть, скажем так. Ну, нет. Воды вчера было больше. Вчера было вот там все в воде. И даже вон до той, до той. Вот в тот раз была вот та была в воде, а эта не была. Ну, ничего, нормально. Нормально. Смотри, вон они палочки лежат. Я думаю, что плюс 30 сантиметров. Плюс 30 сантиметров. Ну, ладно, знаешь, будет минус 30 сантиметров. А вот теперь основная часть маршрута. И вот Дмитрий Александрович в полном сборе. Алексей Владимирович надевает каску поверх, поверх какого-то старинного ММБшного, по-моему, этого самого, как его называют, бандами, да, ММБшный? Еще когда я ходил. Вот. Дальше я одеваю гидроперчатки. Потому что я дикий мерзляк. Ой, сказал матерное слово. Блин, извините, ребят. В общем, я дикий мерзляк. Садись. Нет, ну тебя садуешь, да? Когда ты выключишь камеру, разряду к травой инстагенту. А я, ну я позже ее выключу сильно. Ой, ты сейчас сел на этот. А, ну не важно. Нет, разряду я залезу. Вот так сидят. Ну, типа того, да. Стой. Все, все тут. Да ладно. Все нормально. Готов? Да. С Богом. Разворот правильный. Правильный, да? Так, теперь надо вспомнить, как вообще это делается. Я уже забыл. Тебя просят, если ты на самом. Итак, большая сестра. Я немножко ухожу от течения. Да, ну. Ага. Изра, делаешь? Изра, да? Ну, я уже в равной роли. Вот так. Налево идем, да? И пересекаем струю. Сейчас будем вспоминать. Так это. Здесь, здесь, здесь. Ага. Так. Тут надо вспомнить, как не келяться при просто выплывании куда-то. Ну, между ними, да? Да. Ага. Порядок, капитан. Я буду некоторое время забывать, что я не один. Ага. Товарищ, вы же не один. Могу поделиться. Блэээ. Так. Так. Ага. И вперед, да. Ага. Отлично. Вот так и живем мы, профессора, математики, преподаватели у студентов. Вот это и есть наша жизнь, студенты. Не верьте, что мы живем, чтобы вас учить. Это все брехня. Живем мы для того, чтобы сплавляться по рекам. Даже если это происходит раз в год. Все остальное, это так. Ну, как бы сопутствующее. Но это я пошутил. Это был прогон. Для нас все важно. Вот. А, по струе пойдем? Нет, нет. Пусто. Это, вон, понятно. Это, вон, понятно. Это, вон, это струи. А. Если я прижим, а дальше можно спокойнее. А я просто вижу вон там ветлуга. Либо, значит, что оно у них нет. Обходим, да, этот предмет. А, все, уже, да. Уже обошли. А вот эту можно и прочесать. Ну, вообще, зашибись. По-моему, по крайней мере, скажем так. Воды вполне достаточно для очень веселого отдыха. Очень халявно. Пока, да. Ну, про нет, просто и будет. Ну, смотри. Тут глубина маленькая. Опа. Большая сестра. Лето 2020. Лето 2020. Бπου 16. Лето 2020. На-на-на-на-на-на-на-на. Серемуха. Пила. Пила. Нифигола, да. Пила, вот так вот просто. Пила. Я не помню, была ли она год назад. где пила ну да наверное да я потихоньку подправляю туда-сюда туда-сюда так наверное сюда нужно я забыл что куда ну наверно в левую на порядок сэр так да это прям камни да это марена да мне бояшинов объяснял борис сергеевич на последнем видео что вообще-то после такой теплой зимы часто наступает ледниковый период раз в 80 тысяч лет но идея в том что на самом деле он наступает часто именно после то есть как бы когда он наступает он наступает после сверхтеплой зимы с вот таким западным ветром опоясывающим почти всю землю но в этом году еще до якутии только было вот но уже как бы есть подозрение что скоро наступит новый ледниковый период и все будет сразу сразу всей цивилизации выживет несколько да не я наоборот я думаю как круто будет там в июне лыжи кататься да между москвой и ярославлем будет проходить граница так давай слева от него а тут теперь направо да ну или можно и протаранец будет проходить границы вечных льдов просто то есть москве на месяцок будет освобождаться как сейчас где-нибудь набор на новой земле а уже в ярославле будет все время так вот это направо да на левый да давай принципе да и да 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 это трактор смысли дальше да под этим ага да 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 я помню что он почти сразу по берегам давай туда вроде не сладо как бы скорее вот здесь забыл этот трактор от него всегда не осталось по моему да 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 его смыло водой под берег а там уже разбираемся да да ты хочешь нет мы же вот а ты хотел под веткой нет впереди остатки старого моста засмотрелся на на мост сейчас будет этот слив да по центру до берем дырявим нормально водичка так это самое освежительно хорошие яблочки освежают проревел медведь справа да идем по центру давай а там еще камни ну ладно сейчас попытаемся протолкаться нормально что я правильно речку да ну она самая близкая от дачи ну наверное мы идем налево и все ну да 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 ничего не делаем да вот я ссыкатный мужик я бы конечно обходил ну это да это про то про так сказать продираться нас боком причем какие-то пляжи да на одном из таких вот через пару часиков мы вкушаем обед ну я бы считал что правда нет здесь вот если немножко подумать о том на острове станет правильно выбором а понятно засмотрелся так что делаем успеем постараемся да да порядок да плюс проблем блин пол жизни назад пол жизни назад это было как раз то время когда все эти озорные отчеты да начались то есть я с тех пор прыжи прожил половину жизни еще столько раз сколько до этого да да это круто это круто но когда-то конечно мы это делали каждый год по несколько раз а теперь я вот первый раз за всю весну в июне вышел на половодия единственный раз явно ну то есть но я считаю что марина покатаю с детками по истерского водохранилища но марина не плавает вот в таком режиме она только приехать на пляж и там полчасика то что у нее начинает все затекать страшно вот а а у меня был следующий примерно план вот что проплыть в фонаре но там от конца свалок до водопада радуга вот так ну смотри и поймем где а можно просто помели на она аккуратненько ну вот здесь уже можно наверно разворачиваться да да не мы на самом деле не умеем сейчас ездить далеко мы ну давай подумаем потому что не мы такие мы стали как бы скорее вот мы на день любим погулять вот так вот вышел погулять просто в лес там с костерком это мы делаем а с ночевкой вы как тайне да я понимаю но не знаю может быть действительно если сильно будет теплее ну а сильно теплее будет завтра сильно теплее будет завтра да в общем там есть разные моменты дни в неделе на самом деле очень мало куча всяких планов в общем сложно сейчас выбираться я так для себя решил что видимо до пенсии до момента когда все дети вырастут ну а что ты будешь менее востребован нет я не буду востребован со стороны детей самая главная востребованность это именно деточка меня вчера Юра просто побил я пришел к Марине и говорю Марина можно я пойду завтра со Шварцем Марина отпустила а Юра как он узнал на тебе на тебе почему уходишь плохой папа плохой на тебе и меня и сбил пять лет он ненавидит когда я хоть куда-то уезжаю хоть на два часа это сразу просто он меня сразу бьет смотри как красивая что-то впереди ну собственно ага а по центру да да ага тут камушек немножко ну ничего да оба оба вот и сейчас вот у меня как бы так ребят ветку давай слева слева у меня сейчас вот ограничение это то что Юра меня очень мало отпускает именно Юра но еще в общем ну в общем как бы на самом деле о а это по моему уже да так давай сюда назад да назад назад ага так я взялся ты взялся так да здесь вот эта юбка она не дает вылезать хорошо к сожалению она иногда так делает что ты просто уже вылез и вдруг ты обнаруживаешь что она на самом деле тебя переворачивает лодку уже ну это ну это да так ну ладно так а а есть обнос да значит все таки кто-то ходил и не оставил следа ох как тяжело похоже уже мы налились водичкой водичкой яма да не было слышно на самом деле водичка дает ой так тут осторожно надо ее спускать чтобы она так вот смотрели тут я бы тебе советовал садить значит я бы тебе советовал садить с воды бобровые да ой опять ну ладно меня запикает запикает стоп оператор запикает стоп да надеюсь что он не успел нет 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 ну да в принципе так для чего же тебе надо сориентировать помнишь палатки ночью и какую ориентацию ты хочешь там все разговоры были про это так центр лево право давай центр лево наверно было бы чуть лучше но ладно может пофигу ага каменюху справа да понятно ух какой камень красивый а вот так ну что ладно я бы сказал что это сам если что-то давать так действительным применением то мы конечно то бревно прошли мы бы его стали продирать да ну да а ну в принципе да достали бы топор так стоп смотри не он пока рад смотри обнос ты хочешь левый да чтоб меньше давай правый правый спокойно так подожди назад а ты вот так ой стой чтобы я не кельнулся здесь ага вспоминай что тут начали надо цеплять юбашку юбашку нет нет ты еще не выцепился такая она вот щука такая щука так ага а так это так стой вот 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 она вот так делает это ее типичная это это фирменный ее прием щукинский фирменный прием так ну просто через бревно что кстати она очень свеже упавшие очень очень я думаю что это бобры не это подмыв это подмыв да как красиво она наверное падала так давай так это у нас нос давай сюда нос да сейчас чуть-чуть я еще заверну чтобы вот так чтобы это вот стой 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 ага сейчас что попробуем прямо перетащить да так 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 ага ага так ты уже садись наверное да ага так ты уже садись наверное да оба как бы сталкер как бы сталкер как бы не было зимы а все время лето не видали путь тюрьмы новогодней этой да а помнишь ой стой я не помню зимой целал или нет я сочинил дурацкое стихотворение про эту зиму сейчас только надо вспоминать больше нет у нас зимы и все время лето пристает нет нет зимы у нас давно а все время лето пристает теперь говно круглый год штибы летом дальше еще несколько сейчас эм здравствуй девушка мороз а нет подожди следующий куплет эм эм подожди а здравствуй дедушка мороз где тебя носила снега не принес старый ты да ну конечно это все куплеты они перепевы из разных других песен так сейчас еще здравствуй дедушка мороз вместо снега нам принес грозовые тучи и так потом что еще было сейчас какие то еще были дразнилки в этом духе эм забыл у меня записано штук 6 куплетов я их диме абраменко напевал он даже что-то один седьмой сочинил дополнительный а здравствуй дедушка мороз горбатый на ты нам принес снежные лопаты ты нам принес снежные лопаты ты нам принес в общем и дальше в таком же духе но зима так и не ну настала конечно на две недели да у нас фактически было две недели такой вот серьезного снежного покрова даже не знаю что такое снежный покров считается если он был две недели что он был я не знаю на воде скатались скатались ну это да я катался я старался вообще всю зиму кататься я в начале декабре катался по искусственному снегу в Красногорске все время как заведенный ну да на габо тоже наверно был норм да некоторое время в январе удавалось все-таки кататься по в январе удавалось кататься по просеке в радуне же она была вся в снегу весь январь ну так он на снегу а в феврале уже началось нормально и на сотням было все хорошо единственный полноценный выход в этом году был 100 км за один день на самом деле такое вот что прям совсем супер ну и 29 февраля был на выход вот 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 в этой деревеньке вот в этом домике буквально ближайшем я там был один раз живет Ирина Медведева которая пишет книжки про мировые закулисы которые борются с деторождением Медведева и Шишова они вот там вот собираются на этой дачке я как-то у них был в гостях и пишут книги с видом на большую сестру вот 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 это вот нет это нет потому что у Ирины Яковлевны умер муж соответственно уже нет понятно вот ну это собственно очень давно было муж кстати у нее из этого из Фиана был ой из Этефа физик из группы Морозова ух 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 а Морозов это вот который Морозов который примерно нашего возраста который Рыжий ух ух не не знаю он стал происходящей звездой Рыжий Морозов да а сейчас подожди нет 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 был Рыжий Миронов который стал каким-то финансистом в США закончил рэш нет именно вот а Морозов Рыжий Морозов подожди сейчас а он не сын этого это может быть главного Морозова Алексея ну ладно не помню но он тогда был маленький когда я к ним ездил он еще был маленький то есть скорее тогда сильно младше наверно тогда не тот да не знаю смотри ну только когда я там сюда поделал семинары он был немножко немножко не на старте может быть а нет нет это точно не сын сто процентов и не сам потому что сам старше нас лет на десять-пятнадцать а ну да то есть вместо сплошного порога да не ну у нас классные покатушки пятничные вообще на самом деле в одно удовольствие правда у нас еще будет классный обед на берегу реки надеюсь что не среди борщевиков выберем место где-нибудь пообедаем я может даже сниму свитер после этого из-под гидрокостюма на оставшийся участок может быть может быть а да нет ну тряхнем стариной в том числе и в проявлении уважения к реке да ох какие запахи пошли чувствуешь то ли бадан это ну в общем что-то сибирское какая-то сибирская трава да вот здесь хорошо несло вчера позавчера тут было да было сильно веселее да вчера можно было сделать такой большой круг большой труп круг а круг круг в смысле так большая метра а я понял так надо выгребаться ничего да нормально ну да при такой скорости течения совершенно нормально да и кайфуем да и здесь нас вот здесь струи отбрасывает укребина ага тут какие-то бурбули бурбуляторы ага нармесов я забыл как там надо откореняться чтобы не келяться при сильном грибке а наоборот ровно так ага так а вот теперь надо как-то и мимо мели и не туда да а а за ним там неплохо а хер знает я думаю что не очень хорошо вот здесь вот здесь да так а вот вот сюда ага забыл все я уже забыл в какую сторону ее надо подтягивать а ну да ага от препятствия да да забывается все ну на самом деле я думаю что за два дня там сплавы это все вспоминается да реально если не за один день если река ну была такая ну жесткая да быстро бы вспомнил пару раз кельнулся вспомнил бы все о тоже сейчас принесли смотри бревна там на высоте полметра о у тебя вечереят и над озером летают утки а утка улетела огромная утка осенью большой цене бобровая плотина я помню давно учили меня бочка 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 сейчас будет киль через голову ха-ха-ха о залила нас вот самое серое не могу о о интересно ой это что это вдруг что это было так что за ними сразу налево да 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 иди 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 продакшн а я как бы ну типа вот проползти нет нет а иди 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 о смотри какие тут прям одна а иди свежее все лежит ой как хорошо тут как тут хорошо да на берег выйдешь там да что мне каско сильно жмет не знаю это неправильно прям до головной боли видимо ее можно как-то оттянуть для него можно попробовать так и давай пока погребу пока ничего нет посмотришь можно чуть не сделать ничего не могу сделать не шапором я буду резать а вот свои маски подскажет что тут такая система там за поворотом да это пожалуй надо пройти по струе и влево по струе а вон что-то видишь что-то да сам синг какой-то появился на горизонте кстати дождь все ближе да судя по качеству нет имею ввиду мы место смысле что наверное можно начинать выбирать место или еще проплоем чуть-чуть чуть-чуть а вот это да ну ладно поехали туда а вот то что они налево стоят на этом бережку да ну дам это для для обеда я знаю много мест похоже так стоп а сейчас по-моему есть завал но это начальнице а нет дожди ой непонятно тогда подумаем дожди ты думаешь что мы пролезем фото так то есть ты считаешь что можно попробовать да Держись у берега, я разворачиваюсь. Просто видишь, там течения нету, все тут завал идет. Да. Так, я не очень понимаю как тут, как мне с ней... То есть как мне... Ну ладно. Может ли нам это, я не знаю, но... Давай будем, уже поздно, да. Уже поздно. Ты прошел, да? Так, стой. Мне нужно как-то... Дожди. Угу, все. Прошел как на грани пола. Так. А это называется антистапель. Вот эта вся шняга, вот это все мокрое говнище, попавшее под страшный ливень и грозу. Это мы собираем. Сейчас все это пойдет к нам в рюкзаки с водой. А это вот река, вот она. Вот здесь она делает такой изгиб. Здесь нужно раз, вот сюда. Как видишь, зеленую крышу, да, почти сразу можно парковаться. Это я помню, да, все правильно. А, ну после каменки, каменка впадает. А вот, собственно, подъем, в который мы сейчас пойдем. Там наверху, наверное, по-мажорски просто позвоним жене, вызовем такси. Прямо до дома. Да. На самом деле, 400 рублей плюс билет на электричку 200, плюс там 250. Это уже почти тысяча, ну, 850. Так что экономия в более сложном пути будет весьма и весьма несущественная. Так что просто на такси... Блин, кто мог бы представить это себе? Когда мы все начинали, все было впервые и вновь. Мы строили лодки и лодки звались, да? Вера, надежда, любовь. В общем, когда мы все это начинали, представить себе, что мы будем выбираться на такси с места антистапеля до дома, было, конечно, сложно. Мы не могли себе представить такого уровня мажорства. Вот, но вот времена меняются, да и стоимость такси меняется. Все меняется. И вот теперь проси, не проси, а поедешь на такси. Если, конечно, оно сюда приедет, это мы еще посмотрим. Если что, пойдем как в старинку на дорогу. Так, что идет дальше? Дальше идет еда. Дальше идут всякие причиндалы. Дальше идут все, что мы сожрали. Дальше идут все, что мы сожрали. Так. Да, водная снаряга. Так. Водную снарягу, наверное, я положу туда, где вода живет. Где живет вода. В байдарку. Так, это все тоже в байдарку. Все, что очень мокрое, все в байдарку. Все, что сухое, все в рюкзак. В общем, простое правило. Так. Дальше байдарку и рюкзак с собой. Да. Да. Вот. Единственное, что я сразу промочу себе спину, когда я надену эту байдарку. Но тут уж ничего не поделаешь. Видимо, ничего с этим сделать не получится. А может, обратно надену гидрокуртку. В общем, надо думать. Жопу, да. Нет, жопу я не промочу, если я надену этот рюкзак. А байдарку понесу как-нибудь на руках. Надо подумать. Ну да, жопу придется мочить. Тогда это надо будет одеть. По размышлению, что красота где-то там. После перебивания, какое закончить свой путь. Угу. Понятно. Значит, ты тоже пойдешь с одной обувью. Да. Но сухой. Но сухой. Так. Ну вот. Рюкзачок может. Угу. Угу. Вот так. Теперь осталось байдарку собирать. Вот это как раз, наверное, будет интересно, да, всем посмотреть, как она собирается. А ты не включаешь? Нет, нет. Оно все сейчас записывается. Может быть, даже мы и успеем с существующим зарядом просто подняться на гору и все добить. Потому что не так уж долго осталось, на самом деле, да. Мы сейчас свернем ее, сунем. Я все... Надеюсь, что мы сейчас запечатать не увидим. Да. Вот типа того. Типа того. Так. Ну что. Ага. Значит, где низ, ты помнишь? Я ближе к тебе. Это... Я ближе ко мне. Тебе. Тогда ты мало, а я много. Да. Потому что... Сейчас найдем. Воздух. Выйдет. Да, у меня. Вот я. Ага. Домотал почти. Во. Слышите, шипит она, как змея. Байдарка-змея. Как, кстати, как бы ты... А, ну то есть не очень, да. Я думаю, как ее сушить. Просто надуть и где-нибудь положить. И ждать трех дней хорошей погоды. Ну... Но это... Да, вряд ли. Где у нас этот самый хвост? Вот он. Все, процесс отлично идет. Вот так вот мы бороздим просторы нашей Родины. Вон как красиво там вот. Видите, какая вообще лепота. И вот тут. Вообще. Просто супер. Пассажиры какие-то. Пассажиры какие-то. Пассажиры... Нет, у тебя есть какие-то комарики, да. Ага. Вполне себе кусачки. Кусаки. Пусаки-саки. Какие-то слизни, связники. Хотят стать пассажирами бойдорки. Ага. Странные комары, да? Необычные немножко. Говнари. У меня, причем в таких... Усполняет сам комары животные. Опа. Всяк и не тащить. Да, лишнее. На самом деле несколько. Может сотен грамм уже. Так. Ну что? Где там этот самый... Все? Вот, я держу. А, все, наверное. Теперь просто... Да, не фигал, а? Машка такая. Так, давай сейчас я беру синий. Все. Нет, нет, нет. Ты прямо вот так. А вот так, она так как бы более... Ну хотя, не знаю. Как знает. Может и так. Может и так. Мне кажется, что так будет лучше. Хотя, возможно, и не так. Так, вот это спина. Так, сейчас... О, давай чуть-чуть. Она сейчас пописывает. Тяжелая, да? Не очень. Так. Ну все. Угу. Макрешка. Макреха. Какаха. Держи. Так, теперь поехали. Весла. Сюда грузить. Первое это весла. Та-дам-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там наверху точно есть есть внизу мы можем вызвать так сейчас через марину разглянем потому что пока я думаю она приедет там спасибо этому дому спасибо этой реке спасибо этому ливню который все видели в гробу кроме нас но я тоже видел все эти дни его в гробу но сейчас мне он даже нравится тем что он уже прошел да 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 ох как ох какое вообще вот сейчас теперь надо попасть вот сюда тут надо перелезть из какой-нибудь забор ну просто придется как-то перелезать и все мы с дворниковым а ну собственно мы с тобой же тут были до здоровья а да ты чё о круто крутяк ну вот вот так и живем вот так и живем вот так и живем